всем здрасте значит дописываем до сарая брус 150 на 50 я в миллиметрах 15 на 5 сантиметров на стропильную систему четыре с половиной метра и бруса докупил на 100 на 50 на обрешетку на сарай не хватает 100 на 50 и также купил кольца в канашку три кольца три кольца с крышкой с доставкой вышло мне три тысячи гривен и 7 200 полностью дерево та партия яйца и того дописываем до общего до общей цифры 10 тысяч 200 гривен по сараю у нас сегодня только первый день как нема дождя потому что постоянно льют дожди и то он находит и сейчас будет дождь судя по всем да и завтра стоит целый день дождь поэтому то сарая особо бо тут а злая к сильно не полазаешь сейчас первых очень опустить кольца сюда сделаю тут типа рамы один столб есть тут другие поставлю есть у меня лебедка лебедка на на тонну на на 2 тонны лебедка маны лебедка будем опускать пробовать кольца впервые в кину ну так грубо говоря она должен упасть и прямо туда ровно 2 опустим сейчас на данный момент занимаемся вот вот этой клеткой тут проблема была в чем вырвала решетку она была маленькая сама по себе решетка была маленькая и вырвала я ее расширил сейчас варю сюда с уголка квадрат чтобы в цей квадрат вставлялась решетка вот у меня есть салдеповского погрузчика решетка такая это круче масляный радиатор я делаю это чтобы по ширине лягало в рамку решетка а так идем она канашка круто жижа не стоит уже скики вну полтора года как тут а свиньи вот ничего военного не мая все обычное шифром обложил плиту наверх заливу поставил стенку и все тут чуть-чуть подчистали пацаны на тачку почему мы сейчас пишем с этой именно загородой потому что у меня уже дюрки дюрки повыростали и их надо немедленно отсаживать потому что они сейчас уже ну некоторые уже умудрялись перепрыгивать и и сетку цю их надо туда и уже в нормальную кормушку и в бункер ну потому что это у меня до 50 килограмм кормушка деревянная они уже он подгрызали перемычки в самом кормовом отделении и саму кормушку тоже если вона пуста легкая передвигать вон она у меня не привита она просто ставится я ставлю так ну рассчитана кормушечка до 50 килограмм и тут а у них некоторых наверно даже уже трошки и больше вот что мне надо первое зробить переставку переделать ту загороду и привести туда дюрков потому что уже повыростали до жужики длиннющий корм как вы бачите постоянно у них есть едят не сильно ну так пришло поживало трошки для головы жить бываю отпускаю сейчас уже не отпускаю потому что их потом не позаганяешь они уже здоровы и их чтобы загнать надо постараться туда заходу насыпать в кормушку ну допустим витрами носю насыпаю кормушку так и снова сбиваю я кони стали водичку пьют вода так и есть у меня обычный тазик и напоилку и все что еще с новостей по сараю и конечно делать ну буду снимать вам нужно все так быстро тоже там куча людей роба и я ходю теке снимаю тут я делаю сейчас что именно для самого начала надо сейчас сварю туда рамку и ну именно решетку в канашку поставлю завтра я думаю начнем сразу заливать если опять будет погода но на завтра стоит целый день дождь и потом уже как тут зальем и приступим к этому сараю именно об решетку догоним до конца и займусь наверное скорее всего с тропилами стропильной системой изготовления стропил то есть вот так что у нас еще тут а эти жужики я двери там закрыл чтобы они туда не гадали бы бегала туда гадать иваны грубо говоря беля коры то прям некоторые уже в коры то умудряется бери коры то и валять не там они походу там лежать там не жарко лежать ну вес не буду казать кто примерно разбирается в весе напишите у них уже вес кормушку сейчас уже не насыпаю им что постоянно корм бух утром сыпнул если тут кручусь то и в обед и вечером и трава то есть постоянно им траву дает что ты языка высунул ты мне три кабанчика и все трое застрирование языка показали на конец то задержкой если я не ошибаюсь 4-5 дней у нас опросилась рыжка породы дюрок покрытого на была рыжка вот этим хряком пьетреном также само этим хряком покрыта и кукла поросята я думал будут в пятнишках воно нифига все такие вот именно рыжики опороз был сложный доволны короче проход маленький не могло выйти порося поэтому вызывали знакомого ветврача девушку и она нам помогла принять опросу большую половину тупо вытягивали потому что не могла сама их повыдувать поросята хорошие живенькие сегодня я им покупировал хвостики поставил железо сегодня им третий день вона их только-только недавно кормила их под красную лампу принимали опороз у меня есть делов ящик специальный для отсадки сразу при опороз и посадил их туда вона успокоилась место освободилось оно место вышло все стресс пройшел что она на них не гарки там ну типа как не прикусы и я потом потихоньку начинаю подпускать сначала подпустил но если б я не знал я подумал бы что она их не принимает а так как я уже знаю не первый опороз у меня в хозяйстве поэтому я не удивился я отпустил тупо пішов часов через 4-5 зашел все порядок вона успокоилась их корма все хорошо и по месту я ящик отсюда заберу сейчас буквально неделька пройде ящик заберу и они будут всю клетку бей тут поставлю им предков подкормку предстарт гранулки и поставлю сюда воду хотя вони воду и тут достают пить но поставлю им отдельно просто сейчас так отгороды в маленькой пока они мали все-таки тут третий сутки и думаю потом уже все разгородю им будет чисто клетка для них одних буду нормальный им тут а место все хорошо и я спросил у вред врача кто принимал опороз скажу что так и так она у нас покрыта петреном а чё таки поросята все ну хоть бы пятно там или там ухо по-другому ну мне вона объяснила что все вполне реально может быть потому что гены сильнейший был и удюрка удюрчих и и и вот вони перетянули на себе а уже и их не допустим детки если там криком оцим крыть следующем поколении то возможно вылезе петрен ну там пятнышках будуть он вони в туалет ходить там в уголок соби спокойно они все похожи на дюрків единственное чего не похожи на дюрків тем что они крикливые они вот и при кормежке как вона их корма дуже-дуже кричать пищать дюрків жизни не кричать я уже знаю что дюрків они вообще як риби спокойно спокойно на эти кипишні ужас если они голодні до не лизуть его на их формы все конечно что то щем то ну а так все прошло нормально слава богу живи здорови все хорошо просята растут юра свиноматка юрина шо юра привозив киева уже покрита тоже цим кряком кряк и покрив а другу свиноматку вона вот-вот уже в загуле будем покрывать искусственно герб широм если получится каштанчик у нас на норме у всі в мене на норме прошу чехти корму спиноматок нормировано два ковшика утром два ковшика вечером ну и бывает там добавки 5 процентов даю чисто для поддержки штанов кукла у нас покрыто короче это одна сынка не покрыться с киевской генетики це клубника клубничка покрыта груша не покрыта стены кафель вымазався надо вымывать а так все работа хорошо ничего не отгрызли не отпало все в принципе порядок полный но такие друзья у нас дела вот так мы кушаем лежа сейчас накормить их буду а может нет именно два неугомонных ты тихо не по наедали саян а те там отдыхает но она вообще если буду их кормить она их позовет но таки у нас справа лежа вовсе свиноматка хороша крупно за 200 килограмм первистка свиноматки получается месяцев 10-11 дистак вот для ташкент я им деревянные ситки ему ужутны на бетоне чтобы не холодно вам по 250 к 250 ватт отлично сочувствую дверями тут постоянно открыть чтобы свежий воздух был кто сытый там кто голодный тут а он что-то пытается вытворять вот такие у нас у нас дела автора свиноматка с киева яша привет тут сама подхвозница сейчас я чуть-чуть сыпнул то же самое ну а так вот примерно таких кошек и два утром два вечера и и трава сейчас трава потому что травы хватать истюха рвать траву нет еще нет яша у нас как всегда в своем репертуаре не стоит но подхвозница как мы бачим увеличивается петля петля увеличивается но не если допустим клубника загуляла я ее на спину почухал она тупо аж выгинается просив на ней она стоит я ее сразу туда и хряком покрыл ну я думаю сейчас день два загуляем не 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 но по признакам что вот-вот должна стоять а а ну давайте у них килограмм по 100 110 120 кстати оце прыщики комари покусал яша у нас не кусает комари ему по барабану да яша да где ты вымазал нос я тебя гладить не буду давай трошки погладь вот уже ж а почему я туриши в искусственную чтоб допустим если там оставлю себе на свиноматок пару свынок вот груши то чтоб я мог икры допустим или своим петреном или яшкой яшкой он чувствует что она в загуле и пена взрота ну загули в загули а не стоит я думаю может завтра или послезавтра по любому должна стоять да Боря но такие моменты бывают что ты тоже туда в заворуду давай Боряка и тебе закрыли иди иди ага скоро я всех 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 полностью всех по переводу ну не скоро переведу в новый сарай как его построю полностью всех приведу вси сарай освобождаю а цей сарай новый буду использовать для маленьких поросят то есть каждый выводок отдельно буду к примеру тут с одной свиноматки выводок там с другой там с третьей ну я их всех отсюда заберу и повымываю полностью все я думаю залито сарай построю вымою покрашу перекрашу все продезинфицирую и сделаю чисто для маленьких поросят так сказать клетки будут доращивания а там дальше будем дивиться что с ними работать вот дивиться она кушает тесь снять не насытим настуток кстати насчет свиноматки она настолько аккуратно чтобы не придавить не наступить очень аккуратно лягает резко не встает и при мне она лягала и одного придавила до стенки так он только пискнул чуть-чуть она сразу подорвалась чтобы не идти ничего что такое Юрьевна что такое ох и криквы вот вот чем мне обычно свиньи били не нравится вот такая паника постоянно в усы что в ней что в свой что в маше вот дырок стоит ну хоть бы хны спокойно а цибили просто кипишни у нас уже тут подтягивается полностью поколение но она не качает молоко не крокает то как она крокает сейчас оттуда попритягивается очень аккуратно очень аккуратно если они там лазят по ней она вообще старается и не шевелиться передню ногу поднимает чтобы не придавить никого если там лазить то есть за счет этого хорошая свиньи маточка ну и кукла непогана просто что кукла тоже неопороз был сложный то есть первые дыроки очень тяжело рожают я бы не сказал что на легкие как обычные били все тогда по-другому не прилегая не получилось это конечно я я не Продолжение следует...